В 1972 году по инициативе блестящего лингвиста Кавказоведа Рауфа Клычева на базе пединститута был проведен первый двухдневный семинар учителей родного языка и литературы общеобразовательных школ Карачаева-Черкесии. С годами этот семинар вырос в научно-образовательный форум педагогической общественности республики. Более 20 лет Рауф Нухович руководил филологическим факультетом Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Ума Ралиева. Ну а вновь возрожденная научно-практическая конференция стала традиционной и обширной и по географии, и по числу участников. В этом году в ней приняли участие преподаватели научной интеллигенции из Ставрополя, Абхазии и Кабардино-Балкарии, а также Карачаева-Черкесии. В задачу научной конференции вошел и сбор всех волнующих вопросов от преподавателей родных языков. Изучение родных языков и литератур помогает школьникам освоить общекультурные и национальные ценности, сформировать гражданские, патриотические, ключевые компетенции. В образовательных организациях республики проводится целенаправленная работа, направленная на сохранение и развитие родных языков, традиций, обычаев, культурных объединений народов. В рамках семинара были даны практические советы по разрешению существующих проблем, сохранению и перспектив развития родных языков народа в Карачаево-Черкесии. На пленарном заседании и секционной работе состоялся обстоятельный обмен мнениями. Настоящие калычевские чтения являются не только научно-методическим формом для участия родных языков и ученых-филологов, но и перспективой для развития и сохранения родных языков и литератур. Являясь деканом филологического факультета Карачаево-Черкесского педагогического института, Рауфнухович Лычев от нас требовал не только получения глубоких знаний по предмету, но и становления высококультурной личности. Обсуждая наболевшие вопросы по сохранению и развитию родных языков, участники форума затрагивали и темы их решения. Все это расширяет возможности активного использования новых знаний, полученных исследователями по проблемам языкознания и литературоведения, и позволяет в сжатые сроки внедрить в учебный процесс новейшие методики обучения. Мы используем много технологий инновационных. Благодать сейчас опускаются и обновляются учебники по родным языкам. Никогда не было методической литературы, сейчас выпускается и методическая литература на родных языках. Вот это все, конечно, оказывает большую помощь учителям и в начальных классах, и учителям, которые работают в старших классах. Если в начале работы в 2015 году работало 4 секции по каждому языку, то в этом году ввели пятую секцию. Это вопросы междисциплинарных исследований. Добавились специалисты-русоведы, которые изучают языки народа в Карачаево-Черкесии. Также присоединились к работе форума и специалисты осетинского языка, для которых будет работать отдельная секция. Каждый год мы проверяем, что мы поднимали в этом году, что надо делать и в течение года, что сделано. Есть подвижки и неплохие. Это учебники, это и стараниями администрации главы, и при помощи Министерства образования, безусловно, Рашида Борезбеевича самого, мы сейчас активно работаем и уже подготовили материал для включения наших учебников в федеральную перечень. На секциях по окончании пленарного заседания поднимались и теоретические вопросы. И по решению всех участников приняли решение, что следующие калачевские чтения пройдут в формате диалога и обмена опытом. Также будут перенимать опыт работы с коллегами не только из других регионов, но и за рубежом. Осет Мамаева, Радамир Князев, Ибрагим Батсаев, Архез 24.